Культурный шок ждал зрителей приморской сцены Мариинки. И дело не в том, что концерт, посвященный творчеству Рихарда Вагнера, длился больше шести часов. Хотя и это тоже. Тристан и Зольда предстали в новом Аплуа. Но это не испортило впечатление. Даже наоборот. Какой была встреча приморской публики с Вагнером, знает Екатерина Чернакова. Это один из самых ожидаемых вечеров программы фестиваля Дальневосточный Мариинский. Билеты раскупили задолго до представления. Мест нет даже на балконах. Публика ждет встречи с Вагнером и Гергиевым. В зале глава региона Андрей Тарасенко с супругой Светланой. Познакомив приморцев золотом Рейна, летучим голландцем, на этот раз специально для фестиваля во Владивосток маэстро привез Тристана и Зольду. Одну из самых грандиозных постановок Мариинского театра. Это стоит невероятных денег. Просто невероятных денег. И мы в этом плане, я не скрою, скованы. Мы идем на любые расходы. Только что программа была здесь интересная, насыщенная, но это стоит совершенно громадных средств. У тех, кто не читал о нашумевшей постановке режиссера Чернякова, встреча с такими Тристаном и Зольдой сначала вызвала культурный шок. Тристан не воин-рыцарь. Зольда в длинном балахонистом плаще. Герои средневековой легенды плывут на современном корабле. Но время и место не важны. Главное – накал чувств, градус эмоций, который передал в своей музыке великий Вагнер. В этот вечер артисты, оркестр Мариинского театра и маэстро показали публике, что такое настоящая химия. Она возникла не только между Тристаном и Зольдой после выпитого любовного напитка. Особая атмосфера гергейского прочтения Вагнера держала слушателя до глубокой ночи. Представление длилось больше шести часов. Слов даже нет, чтобы выразить это все. Одни восхищения, такой накал, что удивительно, почему лампы до сих пор не лопаются. Я в восторге. Я очень благодарна Мариинскому, что они приехали к нам. Чтобы иметь возможность слушать, мы на краю земли такой спектакль. Пусть там петербургцы заведуются. Это знаковый, но не последний вечер фестиваля дальневосточного международного Мариинского. Впереди еще концерт блестящей корейской пианистки Йол Умсон – опера «Пиковая дама». Екатерина Чернакова, Ольга Сомкина, Павел Михайлов. Панорама.